Я бы посоветовал, потому что подарки это не главное, нужно набираться ума, ума набираться. Здравствуйте, ребята! В каждом регионе проводятся интересные мероприятия, тематические мероприятия, которые погружают жителей нашей страны, жителей регионов, городов, погружают в историю нашей страны, в историю нашего региона, в историю великих достижений нашего региона. Ну, как, например, в Югре проводится викторина достижения Югры. Вы, наверное, слышали уже об этом. И ваши родители, а также все ученики всех школ города настроены пройти и поучаствовать вот в этой викторине. Мам, машину хочешь? Конечно! Ну, сначала на этой вкладке, 178 штук их закрыть, вот так вот. Потом заходим, где она... Вот все закрывай. Долго. Достижения игры. Тайна ведь? Да. Потом... О викторине. О викторине. Понятно. Вот, тут надо ответить на три вопроса. Давай тут найдем. На три вопроса? Да я знаю... Читай, читай вопрос. То я знаю тот ответ, говорю, про олимпийские игры. Ну, нет, ну ты вопрос-то прочитай мне, я его тоже хочу знать. Мама, ну сама читай, вот смотри, спортивные события. От 12-го года. Да, 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 так, так, так. Министерство спорта России совместно с правительством Югры и Югорской общественностью. Я говорю, знаю ответ. Ты уже проходил? Да, я уже прошел. Сколько потребовалось металла для строительства моста в Хантамансийске, который соединил два берега Иртыша и получил от Югорчан название «Красный дракон»? 8000 тонн, 12000 тонн или 44 тонн? Точнее, 8, слишком мало как-то, он большой же все-таки. 44, можно построить несколько мостов. В Хантамансийске построили «Красный дракон», это такой мост, который соединяет два берега от Иртыша. Подобилось 12000 тонн металла. В каком году Югра, благодаря самоотверженному труду и сплоченности, Югорчан преодолела исторический рубеж по добыче 12 миллиард тонн нефти? А помнишь, было мероприятие в 2020 году? По телевизору показывали в 2020 году, что преодолели, начали задавать больше нефти. Тогда давай 20-й. Ну вот, 20-й попробуем. О, молодец, все, в 20-м году. Ура! Вот тут посложнее. Имя какого русского поэта было присвоено? Первой общественной библиотекой в Югре, в создании и открытии которой в 1900 году участвуют жители региона. Так, смотрите. Василия Андреевича, Жуковская, Пушкин, Лермонтов. Ну, смотри, какой Александр Сергеевич Пушкин, наверное. Мне кажется, Пушкин. По-любому. Пушкин, да? Кто за Пушкина? Мы за Пушкина. Он за Пушкина. А я за Лермонтова. Большинство побеждает. Большинство побеждает. Пушкин. На территории какого месторождения? Приполярного Урала в 1934 году геологи обнаружили гигантский дымчатый монокристалл кварца весом 1300 килограмм, ставший гордостью российской генерологии. Варианты ответа Дода, Пуйва, Желанная. Какие-то из этих названий вам что-то говорят? Дода. Чего-то напоминают? Дода. Короче, это Додо. Ты сто пудов знаю. А ты откуда знаешь? Потому что я проходил. Я читала газету по поводу этого месторождения. Мне было просто интересно для доклада по истории. И, по-моему, это Дода. Рискнем? Да. Я верю, Оринь. А, тебе решает. В годы Великой Отечественной войны югорчане сплотились и отправили на передовую рыбу, консервы, пушнину, древесину. А что югорчане доставляли на фронт для поддержания иммунитета солдат? Хвойный настой, варенье из морожки, брусничный морс. Брусничный морс – это полезно. Но он, наверное, не доедет. А какой-то… А он сфортится, может, варенье, тем более, может, сфортится. В Великая Отечественная война, пластиковых бутылок не было, банки. А в войне настой? В банках везти морс, как-то это. А настой можно разбавить. А настой можно разбавить. Хвойный настой. Так, давайте обсудим. Но в годы войны же был дефицит в еде, поэтому я думаю, что хвойный настой более правильно будет выбрать, так как морожка и брусничный морс не всегда можно было найти эти ягоды в годы Великой Отечественной войны. Ну, согласна. И плюс еще тару надо было найти, чтобы этот морс доставлять военнослужащим. Давайте рискнем и ответим правильно. Война настой. Нажимайте, ребята. Кто будет нажать? Войны нажимайте. Давайте, наверное. Первая. Ура! Абсолютно верно! Поздравляем, вы абсолютно верно ответили. А дальше что? У нас заполняет фамилию. Нажимаем на проверить ответы, и у вас открывается заполнение ваших личных данных. А зачем, ребята, это нужно, скажите? Скорее всего, чтобы выиграть три. Населенный пункт Ханты-Мансийск. Источный 260. Работка персональных данных, согласие на условия викторины, да. Согласие на получение джону, да. Согласен, согласен, согласен. Что делать? Продолжить. О, перья, слово. О, перья, слово. О, перья, слово. Я говорю, что такое? Он говорит, квартира. Я говорю, да, ну, квартира, говорит. И, конечно, все, затрясло нас всех. И там был выигрыш, что я получила в подарок квартиру.